Надеюсь на хорошую работу, быструю, плодотворную, нужную. И я надеюсь, что спикер у нас сегодня присутствует за круглым столом. Это Нижегородская область Зеленого, Светлана Валерьевна. Вы ее прекрасно, наверное, знаете. И я хочу ей передать слово. Здорово. Огромное спасибо и благодарность я хочу выразить Катерине, которая включила этот круглый стол в наш фестиваль, поскольку я, наверное, выражу общее мнение, что это на сегодняшний день самая острая тема, которая заявлена на данном мероприятии. В рамках подготовки этой темы мы, безусловно, пользовались письмом, которое было направлено по вопросам проблем реставрации советника президента Российской Федерации колокольцев и культуры Толстого, министра культуры Российской Федерации Любимовой. В этом письме изложена вся боль, вся озабоченность специалистов, которую уже невозможно, видимо, держать в себе, в виде, как реставрационная отрасль просто в настоящее время разваливается. И что нормативно-правовая база и другие аспекты не поддерживают эту отрасль, а наоборот, приводят к тому, что происходит утрачивание наработанных веками принципов реставрационных, документов. Поэтому мы, изучив это послание, постарались принять во внимание все аспекты, которые там изложены. Но попробовали создать все-таки структурированные предложения по изменению системы управления, которые, возможно, позволят в результате этих конкретных действий помочь этой реставрационной отрасли. Здесь, в этой резолюции, которая у вас на руках имеется, имеется предложение по внесению в ряд законодательных актов. Это и 44-й наш замечательный закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. В результате действия которого мы получаем на производителей работ на памятниках, которые не имеют достаточного опыта, мастерства. И путем только минимальной цены контракта, у которых ограниченный срок производства работ. Все это происходит в обральном порядке. Это и предложение по внесению в менее 73-й закон об объектах культурного наследия в части уточнения норм по введению особого порядка ремонта и реставрационных работ на объектах ЖКХ. Потому что в данном случае это все неоднозначно реставрация, допустим, фасада и не всегда реставрация внутренних помещений. Это и кодекс Российской Федерации в административных правоварушениях, в котором предусматривается штраф за проведение самовольных работ. В этом документе также содержится очень сложный порядок изъятия объектов у ненадлежащего собственника и ликвидации последствий самовольных работ. Кто с этим связан, прекрасно знает, что по этой процедуре практически не бывает окончания наших намерений. Потому что настолько сложные процедуры, административные, судебные, что, как правило, не приводишь к желаемым результатам. Также хотелось обратить внимание, здесь, может быть, это покажется... Я не буду всю резолюцию зачитываться, просто некоторые моменты. Может быть, революционным покажутся некоторые пункты, которые касаются объектов религиозного значения. Наверное, каждый согласится из присутствующих, что наиболее часто мы видим нарушение в отношении проведения работ на объектов религиозного назначения. И почему это происходит? Очень сложно прогнозировать, как это будет проходить. Почему это происходит? Это вопрос. Ведь, в принципе, законодательство одинаково для всех. Однако, очень многие работы проводятся самовольно, по способам, по старинке. И такие отговорки, что нет денег на реставрацию, что мы не можем оплатить проект, что мы не можем провести полностью в соответствии с законодательством комплексные мероприятия, они являются, в общем-то, достаточно неубедительными. Поскольку совершенно непонятно, когда мы видим, что какой-нибудь уникальный пол в храме просто выламывается и делается там туалетная плитка. Почему у нас везде появляются титановые главки, ровный стиль, сайдинговые окна. Ведь это не от недостатка денег, правильно? Это просто от того, что пользователь не понимает то, что нужно делать на памятнике. Здесь есть такой пункт, который, может быть, покажется странным, но, тем не менее, нужно ввести курсы, можно сказать, которые в курсы при обучении священнослужителей, потому что каждый получает памятник и приход, чтобы они понимали, что им достается. Потому что здесь просто непонимание. То есть они знают, как служить, службу, как, что сделать. Но то, что им достается уникальный памятник, они этого не понимают. Они считают, что они делают добро. И поэтому у нас есть такое предложение, что включить систему образования, это историю русской архитектуры, культового зодчества и основу реставрации, приспособления для современного использования объектов на среде религиозного назначения. Кроме того, в отношении культового зодчества еще существует такая огромная проблема, как финансирование объектов. Мы видим, что по всей стране масса храмов, которые уникальны, красивейшие, которые просто брошены, поскольку они не финансируются. А другие же храмы, которые находятся в более, наверное, выгодном месте, у них вкладываются огромные деньги, уже не знают, что позолотить. Уже и мраморные ступени, и золотые ручки, и там все уже блестит. Насколько я знаю, что процедура уделения средств из федерального бюджета не предусматривает согласие, по крайней мере, регионов в этом списке. То есть епархия подает сама документы и получает финансирование на эти объекты. Здесь есть такое предложение о том, чтобы все-таки выбирались уникальные объекты, даже если они не выгодны в содержании, если там нет прихода, но их, по крайней мере, нужно спасать. Ну и, конечно, здесь в резолюции мы пишем о проблемах по разработке ГОСТов и стандартов, которые проходят разработку без участия специалистов. И предлагаю проводить общественные обсуждения этих документов. Конечно, о утраченной роли научно-методического федерального совета, о густарейшей, но с медно-нормативной базой для определения стоимости работы и другие аспекты. Я предлагаю каждому подумать и добавить свои предложения по этим направлениям, для того, чтобы наша реставрация не разрушала памятники, как это мы зачастую видим, а для того, чтобы в результате этих работ памятники спасти. Спасибо большое. И я думаю, что мы дадим сейчас Архангельское, а потом мы сделаем, дальше Нижегородское пойдет. Ну, опыт представляет нам замечательный завеститель губернатора Архангельской области, опыт сохранения его к школе реставрации, Кутукова Елена Сергеевна. Я хотела бы поделиться опытом сохранения объектов культурного наследия, который у нас все больше и больше набирает обороты на территории Архангельской области. На территории Архангельской области находятся порядка 1800 объектов культурного наследия. Из них 500 федеральные, из них 224 – это объекты деревянного зодчества. Поэтому, конечно, нас очень тревожат. Тревожат такие вопросы, как отсутствие пользователя у объектов культурного наследия. Допустим, Воскресенский храм в городе Каргополе до сих пор нет пользователей. Нам очень трудно финансировать даже противоаварийные работы по этому храму. А храм уникальный, и он разваливается. Отсутствие финансовых средств. У нас очень многие памятники, они федерального значения. Есть не менее достойные памятники регионального значения, на которые в региональном бюджете просто нет средств. И я вам хочу рассказать буквально за 2-3 минуты опыт с 2018 года. К нам обратился Союз реставраторов Российской Федерации. Поддержали спонсоры, потому что сразу вопрос – откуда деньги? Ну, откуда деньги? Есть в Санкт-Петербурге совершенно замечательное предприятие, называется «Невская палитра». И мы начинали с реставрации икон, темперная живопись. И здесь, по-моему, в зале присутствует Татьяна Катилова, вот и низкий поклон, потому что они первые были, кто поддержали. И Союз реставраторов провел конкурс среди вузов, которые выпускают реставраторов. У нас был первый год в 2018 году, 8 человек на место, и 10 человек поехали в Ошивенск, Ошивенск, Каргопольского района. У нас в церквях до сих пор целые склады, залежи, вот иконты, темперная живопись, начиная с 16 века. И, конечно же, если их не спасти, то мы просто их потеряем. И сейчас уже, я так забегаю вперед, я сразу вам показываю этот самый Ошивенск. Это деревня, которая шесть веков, где находится Александр-Ошивенский монастырь. Это белокаменный памятник, это памятник федерального значения. И Боговленский храм, это тоже памятник федерального значения, который разрушается на глазах. Это первая школа реставрации в 2018 году. Ребята приехали, вычистили храм, и под руководством инспекции по охране памятников, то есть мы ничего не нарушали, мы даже противоаварийные работы, не ремонты, ничего не проводили, просто в храме почистили, помыли пол, и закрыли окна, чтобы птицы не летали. И отреставрировали 10 икон. 10 икон, причем 2 из них прошли полную реставрацию, они были дипломными работами, потом уже у студентов. И 8 икон провели противоаварийную работу. Ну вот, что было, что стало, приблизительно такое. И в 2019 году приехали также ребята, мы также провели конкурс, и они хотели выйти на небо Боговленского храма, чтобы провести тоже противоаварийные работы и поработать с плесенью. Но поскольку у нас не было проекта противоаварийных работ, утвержденного в инспекции по охране памятников, нам запретили этим заниматься. И ребята, ну они все равно приехали, вот они расписали печь и занялись темперной живописью, ну вот в быту. Тоже такой опыт получили. На сегодняшний день мы смотрим шире, у нас есть люди, которые, ну, наверное, знаете среди архитекторов, что село Шевенское, оно такое достаточно известное, там у нас мархи обитает, это Александр Ермолаев, мастерская ТАФ, часть домов. А остальные дома, они просто разрушаются, это дома конца XIX века, начала XX века, бывшие курные избы. И мы выделили небольшую планировку, вернее, небольшую площадь в центре Оширенска, куда входит и в том числе Боговленский храм с целью сохранить здесь те дома, которые находятся здесь. Пошли таким путем, в частные руки передали, приехали люди, купили эти дома, собственники дома, ну, я сейчас, наверное, скажу крамольную мысль, но не слава Богу, не памятники. В основном у нас каждый второй дом в Оширенске, это памятник регионального или местного значения. Поэтому мы провели эксперимент, и этим летом у нас в Оширенске прошел фестиваль от Ладоги до Онеги, североходцы прошли от Онеги до Каргополя, заходя в Оширенск. И в Оширенске, и в Каргополе мы провели круглый стол на тему, а что же будет, что будет вот с этими деревянными домами, это все-таки музей под открытым небом, или это новый какой-то толчок и новое видение. До сих пор дискуссии идут, поэтому я рвалась сегодня вынести тоже на ваш суд, то, что у нас там происходит. В этом году у нас прошла, несмотря на коронавирус, школа реставрации. У нас есть такой замечательный дом, который стоит на берегу реки, и создан полностью проект реставрации этого дома. Этот дом, опять же говорю, не памятник, он принадлежит частному лицу, и школа реставрации прошла, выехали два человека, девушек, студенток, полностью сделали проект этого дома. Сейчас мы его послали известным людям, Милчик Михаил Исаевич, вот еще вот поделимся с вами. Но у нас пока нет системного видения, что мы будем делать в Оширенске. Конечно же, хотелось бы, вот у нас в проекте резолюции есть создание новых реставрационных центров, конечно же, у нас есть идея сделать там именно реставрационный центр по деревянному зодчеству и по темперной живописи, потому что уже три года подряд мы там принимаем студентов, и у нас такая вот крамольная мысль, тоже это вот у нас в резолюции есть внести изменения в федеральный закон, да, о контрактной системе. Я бы еще добавила и фактор своевременности нужно учитывать. Вы здесь видите леса, которые поставлены этим летом для проведения противоварийных работ по небу храма. Так вот, через финансово-хозяйственный отдел патриархии выделено 5 миллионов. Мы переделывали очень долго проект, почему-то в московскую дирекцию это отдано, и вы все знаете, что сменился польза собственник, передали все в Министерство строительства. У нас 9 сентября должен был быть отыгран уже конкурс, чтобы туда вышли, и мы уже планировали школу реставрации. То есть у нас приезжают мастера, и туда же приезжают ребята, которые учатся. То есть мы их не пускаем, допустим, на небо, но они видят весь процесс, и, конечно же, транслируем, записываем вот этот процесс, чтобы дальше уже можно было показать, как это все делается. Так вот, 9 сентября конкурс не состоялся, не знаю, может быть, кто-то тоже в такое попал, сложное положение. Сейчас мне сказали, до 21 сентября он вывешен обратно, не будет. И мы уходим в зиму, вот с этими 5 миллионами. Но, слава богу, что это не внешняя работа. Потому что иногда же мы, я понимаю, что это абсурд, но мы иногда в Архангельской области фасады в декабре делаем. У нас тоже такое бывает, чтобы освоить каким-то образом деньги. Потому что, знаете, что бюджет, он достаточно сложный, и перенести деньги с этого года на следующий год, очень большая вероятность не получить деньги в следующем году. Поэтому вот делюсь нашим опытом, что у нас множатся школы реставрации. Мы взяли одно место, но еще у нас, конечно же, кинозерия. Вот мы с Леной Флегонтовной тоже тесно очень сотрудничаем. Конечно же, у нас Малые Карелы. Но Малые Карелы – это музей. А мы, конечно, хотим сохранить Ошивенск как жилое поселение, не собираясь там делать именно музей, а собираясь сделать жизнь людей, которые там проживают, более комфортной. Поэтому у нас сейчас Каргопольский район стал Каргопольским муниципальным округом. И будут изменения в градостроительные схемы очень большие. Мы сейчас над этим работаем. Поэтому тоже, если есть какие-то мысли о будущем таких деревень, как Великий Малыч русский язык, деревянных деревень, то принимаем, потому что будут общественные слушания, и на этапе общественных слушаний можно дальше обсуждать. И еще буквально я сказала про фактор своевременности. Я бы еще добавила предусмотреть поддержку. Тоже есть отдельная статья, вы уже говорили, которая не работает в 73-м федеральном законе. поддержку налоговой льготы и так далее. Меценатам, которые за свои средства восстанавливают, сохраняют объекты культурного наследия. Ведь вы, наверное, знаете, что принят закон о поддержке предпринимательства в арктической зоне, где достаточно большими именно налоговыми льготами урегулирована поддержка предпринимателей. Так вот, почему бы не сделать закон, именно, может быть, отдельный закон, или, ну вот, вносим, да, вносим, да, вносим, да. Потому что, мне кажется, это важно. Если люди приходят, и они занимаются, то, как правило, ну, это я уже вам как чиновник говорю, они еще строят дорогу или там еще что-то делают. Почему бы им не дать хотя бы налоговые льготы на их деятельность, допустим, основную, если они официально помогают памятникам? Спасибо вам большое. Спасибо большое за замечательный доклад. Я думаю, что не только в Архангельской области есть такие проблемы. У каждого они в той или другой мере одинаково похожи. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можно задать. Есть вопросы, а как деревня Кимжа поживает? Деревня Кимжа поживает хорошо, но храм у нас там, вы знаете, что он восстановлен, но у храма нет священника. Поэтому я вот тоже, я всегда говорю, что должен быть пользователь, и мы должны понимать, для кого, если это объект религиозного назначения, для кого мы сохраняем этот храм. Если вот, ну, я против того, чтобы памятники увозить из ландшафта, но, и у нас есть пример Красная Ляга, да, где замечательных людей нет, но памятник вот есть, у нас там время от времени противоаворийка проходит. Но в Кимже там вот это беда, что нет священника, поэтому службы в этом храме не проходят. Люди есть, люди живут, у нас там культурный центр, да. Да, и хорошая дискуссия между Архангельской и Нижегородской области пошла. Нет священника. Ну, а теперь дадим и замечательному человеку, который задавал вопрос Ирине Святославовне Агафоновой, рассказать о Нижегородской опыте, что у них происходит. Да, это будут некие такие зарисовки, которые по проблемам общим, я думаю, во всех регионах они существуют, эти проблемы. Но вот у нас они сейчас особенно выпуклые стали в связи с будущим празднованием 800-летия Нижегорода и Нижнего Новгорода. Через год это произойдет, поэтому крупные вливания средств, и это получается еще страшнее и опаснее, чем когда их совсем нет. Вот несколько примеров я просто приведу. Они разрозненные будут и без упоминания конкретных, может быть, авторов там, исполнителей и так далее, потому что не в этом дело, это системные проблемы. И просто иллюстрация вот этих системных проблем, ну, на мой взгляд, достаточно яркая. Вот есть у нас, например, парк Швейцария. Ведь объекты культурного наследия – это не только здания. В данном случае это территория парка. Он раскинулся где-то на три с лишним километра вдоль берега Аки. И вот желтеньким показано – это как раз парк. А на самом деле там дальше, кверху, берег уже озелененный склон крутой и река. И вот что у нас тут, собственно, происходит. Выглядит это примерно вот так вот. То есть ограда и ворота – это тоже памятники. Они причем 50-х годов. Сам парк гораздо раньше, но основа его, та, которая сохранилась сейчас, это тоже 1950-е годы. Поэтому архитектура очень характерная. Сами видите, что это такое. В основном это силикатный кирпич со штукатуркой. И вот то, что вы видите, это даже не чугунные столбы вовсе, а в основном железобетонные. И они сильно порушены. Состояние, конечно, аховое у этой ограды. Но ограда – памятник отдельный, и парк тоже памятник отдельный. Ну вот протяженность больше черт. Ну вот примерно так выглядят откосы эти. Но они не памятник, памятник от верхней плоти. И есть некая организация, которая создала концепцию развития этого парка. Они проанализировали неплохо проблемы этого парка. Ну вот я несколько просто. Недостаточный связь с городом. То есть мало входов они посчитали. Низкая плотность парковых активностей. Тоже хороший вообще термин. Здесь действительно нет Дистейленда. Это в основном лесопарк. Даже наверху. Инфраструктуру существующую показали. Видно, что большая часть – это именно зелень. А меньшее, ну где-то есть место, где аттракционы. Есть горнолыжники, но они уже не в парке, а в прибрежной территории. Есть некий детский городок и там несколько поведников. То есть, видите, низкая плотность парковых активностей на самом деле. И слава богу, между нами говорят. Вот что они придумали, эта организация. Организация создана специально, я так понимаю, для создания концепции. И вот та концепция, которую они сделали, несколько вариантов, понравилось руководству города. Ну здесь сразу видно, что парковые активности прибавились. Вот трава и башня. Ну я не буду говорить про прибрежные, потому что они к парку как объекту культурного наследия не относятся. Но все равно фуникулер, спортивный центр, кафе. Но, надо сказать, кафе там и так очень много возникло. Там 90-е, в начале 2000-х, когда шашлычные везде возникали. Так что, на самом деле, парк довольно сильно изуродован вот такими вещами. Музей они там придумали. И вот в объекте культурного наследия вот примерно такие объекты появляются у нас. То есть, смотровая башня. Вот такие вот, как им кажется, видимо, авторам, красивые спуски с лестницами. Подвесные массы. А дальше там дельтапланиристы летают. Но там действительно есть площадка дельтапланиристов. Или вот такая вот, например, штука. Это уже практически в парке объекте культурного наследия предложение такое. Вот и после этого, на основании вот такой концепции, которая понравилась руководству города области, был конкурс объявлен. И там конкурсная документация. И в ней только отдельными какими-то мелкими пунктами упомянуто, что там есть объект культурного наследия. То есть, те люди, которые в итоге выиграли конкурс, они должны были следовать концепции, разработанной раньше. И слава богу, что там грамотные люди тоже были. И не всю концепцию они приняли, так сказать, удалось отпрыгаться от некоторых совершенно никому не нужных там вещей. Например, смотровая башня с лифтом. Вот я понимаю, когда смотровая башня с лифтом, там на побережье, где много отдыхающих, они будут ей пользоваться. А здесь, ну, совершенно другая картина. Просто она там ни в силу не города была бы. Так вот, была сделана конкурсная документация и в ней расценки. Но, сами понимаете, кто делал конкурсную документацию? Я не знаю, кто ее делал, но там не были заложены провороты и ограды. Ни зондажи, ни шурфы. То есть, как понимать, что там приходится делать с фундаментами? Или как найти проемы, которые уже заложены и замазаны штукатуркой? И как вообще понять состояние без сандажей? Но они не были заложены. И к тому же, все эта работа шла зимой. То есть, где-то в декабре надо было делать шурфы. Ну, в общем, естественно, это не получилось, тем более бесплатно. Потом, на основании проекта, который, собственно, был сделан, в стадии П, дальше идет рабочий проект, и смета была сделана по этому стадии П на уже реставрационные работы. Ну, вот я буду говорить про вороты и ограду. Смета была зарезана по реставрационным расценкам, и было велено сделать по общестроительным расценкам. Поэтому понятно, что общестроительные значительно ниже, а проблем здесь хватает просто море. И, например, даже такой маленький эпизод, что вот такая секция металлическая, и замена металлических элементов заложена 5 килограмм на секцию. Ну, наверное, всем понятно, что такое 5 килограмм на секцию, но это просто... А там есть просто замененные элементы. То есть это десятки килограмм, естественно. Вопрос, почему зарезаются вот такие вот расценки. Есть у нас такая страшная организация, Нижегородсмета, которая зарезает расценки, потому что надо уменьшить стоимость. Очень правильный такой метод. Ну, а состояние вот примерно такое. То есть там очень много будет под замену. Другой пример — это о вреде концепций. Совершенно другой, как вы видите, есть памятник Владимиру Ильичу на площади Ленина. Это снимок старый, на котором видно, что это ансамбль 60-х годов. И хода бедно, но это действительно ансамбль архитектурный, градостроительный. Сейчас он выглядит примерно так же, хотя немножко там дополнено совсем, я считаю, удачными объектами. Но, тем не менее, градостроительно осталась вот эта ситуация. Так вот, концепция сейчас очень модная получается. И начальство принимает именно эти концепции. Что же по концепции с памятником Ленина делают? Вот такая штука. То есть, я думаю, это как анекдот выглядит, правильно? Даже, наверное, без комментариев. Это к вопросу об опасности и вреде концепций. Это не единственный пример. Таких очень много сейчас. И у нас в рамках развития городской среды просто много сделано именно концепций по парковым территориям. А часть парковых территорий – это памятники. Где вот примерно такие предложения, инновации. Совершенно другого рода пример. Это дом 18 века. Он даже стоит по старой красной линии до регулярного плана в центре города, около площади Минина. И этот дом принадлежит, ну, можно сказать, частному лицу. То есть, организации, а фактически частнику. Вот он в таком виде стоял довольно долго. Его расселили. Там до расселения сохранялись даже интерьеры. Причем очень старые интерьеры. Красивые. Ну, дом, как вы видите, маленький, одноэтажный. Внизу у него есть такой полуподвал, где есть часть, где можно хранить там погреб. Вот. Как он выглядел раньше? Вот. Сохранился такой чертежик, где понятно, что пилястровый портик – высокая крыша, то есть характерная для 18 века. Сейчас крыша вот такая. Ну, и очень долго этот дом существовал после покупки. И после расселения в таком совершенно неприглядном виде он был разрушен внутри практически полностью, а снаружи обвешан весь баннерами. Ну, практически брошен. Почему, собственно, он брошен? Ну, я так понимаю, что предприниматель его купил для того, чтобы его сломать, и он был уверен, что это было возможно. Может быть, и тогда было возможно, когда он купил. Но все-таки не сломали. Потому что на этом месте хотелось построить гостиницу. Или рядом построить гостиницу. А над зданием, над строей, там что-то были, и такие варианты проекта. Но все это не случилось. И в итоге, сейчас перед 800-летием, ну, на него наехала охрана памятников, и справедливо, конечно. Вот. Но он пожалел денег. Мы его знакомили с реставраторами, деревянщиками, настоящими, очень грамотными. И были такие желания сделать этот дом, потому что 18-й век, сами понимаете, не каждый день встречается. Это очень редкостное здание. Но в итоге он все-таки заказал проект реставрации и приспособления вот Эдносу, который я представляю организацией научно-исследовательской предприятия Эднос. мы были созданы еще в 1991 году, даже чуть раньше. То есть с этого времени на осколках реставрационной мастерской советской вот мы работаем. Оказался аналог. Нашли фотографии. Дома, который прямо рядом с ним стоит. Стоял на этом месте сейчас совершенно другое сооружение. Но вот несколько фотографий есть, и по ним видно, что дом-то практически такой же в точности. То есть это дом-близнец. Вот на основании этих фотографий, их несколько, был сделан вот такой вот проект реставрации с приспособлением, где видно, что мы восстановили пелястовый портик, изменили форму крыши, добавили пару венцов над сандриками. Ну и низ тоже немножко привели в порядок, потому что там, конечно, тяжелая была ситуация, вообще непонятно, как это на самом деле делать. Но понятно, что бревна 18 века оцилиндрованным бревном все-таки не надо заменять. Тем не менее, именно это было сделано. И сейчас дом выглядит вот таким образом. Называется, отгадай с трех раз, какие тут отличия этого дома от нашего проекта и от существовавшего дома. То есть, причем, почему это все было сделано? Это тоже вот системный момент. То есть, предприниматель пожалел денег на полноценное восстановление внешнего облика, ну и внутреннего, кстати, тоже. Изменение формы крыши, надстройка двумя венцами, переделка низа и работа при этом профессионального реставратора. То есть, он нанял организацию, которая имела лицензию только на консервацию и ремонт. Поэтому, это трактуется, вот то, что сейчас сделано, как консервация и ремонт. Управление охраны памятников дало разрешение такое в конечном итоге. А на самом деле, там внутри оцилиндрованное бревно, хотя один угол сгнил, и вот как будет выглядеть это оцилиндрованное бревно в целом углу с внизу доверху с оригинальными бревнами, ну, вопрос, конечно, интересный. Ну, как видите, некий симбиоз получился. И реставрации, вроде бы, окна по проекту даже, вот, вверх, хотя и фронтон, но он совершенно другой. И на фронтон XVIII века он, конечно, мало похож. Крыша осталась та же, то есть, те же конструкции. И прошло это все без экспертиз, там, и так далее. А наш проект, кстати сказать, получил экспертизу историко-культурную, был одобрен. То есть, можно было, в общем-то, по нему работать. Но решили сделать по-другому. Это, видимо, дешевле сильно, потому что те профессиональные реставраторы, которые брались, они, конечно, ясно было дороже. Вот еще одна проблема такая, неожиданная совершенно. Попалась на глаза экспертиза, сделанная на проект вот в этом доме реконструкция, ну, будем говорить, своим текстом реконструкции одного из помещений внизу. Проект, я сама не смотрела, и поэтому не о нем собственно речь. Речь о том, какой предмет охраны был написан вот у этого дома авторами проекта. Они вынуждены, кстати, делать проекты предмета охраны, и мы вынуждены, для целого здания, несмотря на то, что финансирование идет, ну, одной квартиры, например. Вот и в данном случае, видимо, так получилось. Ну вот, тоже называется, отгадаю с трех раз, какой предмет охраны написали авторы проекта, профессиональные, по-моему, люди, и давно работающие в этой сфере, в отношении отделки, внешней отделки этого здания. Они написали штукатурка с покраской. Почему они так написали? Потому что он выглядит сейчас вот так вот примерно. Но видно, что совершенно другой облик у этого дома, он уже не цельный, в террозитовой штукатурке отделка именно такая была, а он уже вот такой дробный, разных цветов, еще и с белым добавок. То есть, как это получилось, когда это произошло, когда это согласовали, я не знаю. Несколько лет назад он был перекрашен вот так вот. Но вот штукатурка с покраской меня лично, конечно, резонула в качестве предмета охраны. Здесь можно добавить еще и про экспертизу. То есть, вы понимаете, о чем проблема, да? Это проблема не совсем профессиональной добросовестности. То есть, люди не изучили архивные материалы, они не изучили даже старые фотографии и вот сумели так написать. для другая проблема здесь самой экспертизы. Ну, мало того, что там была опечатка такая досадная написана, что это дом в ансамбле Кремля. Ее быстро исправили, когда заметили. Но там еще и другое. Проект сам касался, ну, небольшой части первого этажа. И, а экспертиза заняла, я не помню точно, сколько страниц, но чуть не 60, то есть очень много. и через каждый там абзац там повторялся, что автор установили тот, автор установили сет и так далее. То есть, понимаете, ни о чем. На самом деле, экспертиза гораздо могла быть короче и гораздо более по делу. Это тоже системный момент. То есть, эксперты, они разные бывают. Да, и вот, да, это тоже системный момент. То есть, несколько лет назад были сделаны вот эти фотографии. Дом, как видите, в стиле модерн, так называемый дом с авгурами или шахматный домик был. Вот он такой, стоял сколько-то, он деревянный, как вы видите, там видно, штукатурен под рангем. Ну, формы, сами видите, какие, вот такие они. Ну, состояние было, конечно, ужасное. Но состояние было не всегда такое, в нем находилось управление культуры городской. А потом, его купил некий предприниматель, хозяин одного из рынков Нижнего Новгорода. И дом стал разрушаться еще более активно. То есть, в нем просто никого не было, он был заколочен. Вот так вот он примерно выглядел. Вот что с ним дальше произошло? Этот предприниматель добился все-таки своего, когда дом уже наладом дышал, его разрушили окончательно. И сейчас это вот так. Здесь, может быть, не очень понятно, но если присмотреться, то видно, что такого дома, который был, уже не будет никогда. Потому что воссоздание, так называемый, проект изменил пропорции этого дома. Как это удалось, я вообще не понимаю, потому что мы говорили об этом. да дело не в этом даже. Пусть полный снос, но хотя бы обмеры же были. И можно было этот фасад восстановить. Я уж не говорю о том, что там интерьеры. Причем, что предприниматель, который купил, он обещал все интерьеры там сделать, создать и так далее. Но вы вот по этому снимку, наверное, даже так видите, что пропорции нарушены и очень сильно они нарушены в разных местах. Вот как ни смешно Нижегородский Кремль. Казалось бы, начало 16 века, какие там проблемы по части реставрации. Но это тоже системные, поэтому я все равно озвучу. Вот сейчас сделанное, делается проект реставрации и приспособления, например, Дмитровская башня Кремля. Ну, это самая такая известная башня, которая выходит на площадь Минина. И как вы видите, это реконструкция конца 19 века. Она была сделана в 1896 году. И вот этот архитектором, известным Султановым, московским, Ну, и в таком виде эта башня, собственно, существует. Хотя, на самом деле, шатер ее был сделан заново в 1950-х годах. И в это время он был сделан в металлоконструкции, то есть, несущие конструкции, там, металлические. И все бы хорошо, но был пожар в 1960-х годах. И эти конструкции покорежило пожаром. То есть, металлоконструкции открытые были, там, очень большого сечения балки, и они просто деформированы очень сильно. И инженер, очень грамотный инженер, который решил не ломать этот шатер и не строить его заново, а просто усилить те конструкции, которые вот, искореженый пожаром. Это было сделано и с 1960-х годов, но сегодня этот шатер стоит. Сейчас делается проект большой на, большую довольно часть на горную, ремонт, реставрация. И люди, которые сделали обследование, были вынуждены написать, что шатер в аварийном состоянии. Вот почему он в аварийном? Потому что искореженный металл не поддается расчету, особенно машинному. Поэтому аварийное состояние, объект идет на главу госэкспертизу, и глава госэкспертиза, сами понимаете, раз аварийное состояние, значит, должна принять какое-то решение о том, чтобы его изменить. А как изменить? Это новые конструкции. То есть это замена шатра полная, его надо будет разбирать и строить заново из каких-то конструкций, которые уже будут придуманы нынешними инженерами. Все бы ничего, но все-таки чем меньше вмешательства, даже вот в 50-е годы я бы считала тем лучше. Поэтому вопрос опять системный, это главу госэкспертиза. Но еще для смеху вот такая маленькая проблема. Нижегородский Кремль на большом рельефе находится, и там много перепадов. Эти перепады все в лестницах. А лестницы вот такие. То есть высота такой ступенечки 40 сантиметров примерно. Опять же главу госэкспертиза говорит, а инвалиды как? А вообще ненормативное все это. И крыши еще деревянные до кучи. Вот. Поэтому вопрос о взаимоотношениях. ФСС-73, научная реставрация, главу госэкспертизы. И вообще зачем она собственно нужна? Потому что это тоже без иллюстрации, но люди, которые там находятся, они, как правило, в реставрации очень мало чего понимают. Но зато они понимают в нормативах. И поэтому нестыковка вот такого рода, она тоже системная проблема. Нам, например, один объект заставили вместо инъекций, ну, трухлявые довольно, кирпичные кладки сделать там металлические обоймы на стенах. Другой совсем объект. И действительно реально были сделаны эти самые обоймы, а внутри трухлявые кирпичные кладки. в чем я советовалась с грамотными инженерами, конечно, которые мне сказали, естественно, что инъекция и это будет монолит. Но ничего подобного. Экспертиза этого не понимает. Она заставила сделать вот так. И получился каркасный дом. Ирина Станиславовна, так в конечном итоге так, как говорится, какая же проблема-то? Как вы ее озвучили? Проблема отсутствия взаимодействия правильного. Так может мы внесем это? Конечно, внесем, но это уже отдельная вот штука. Внесем и не только это. Ну, я все-таки хочу озвучить. Потому что дерево – это главная боль, я думаю, многих регионов и Нижнего Новгорода в том числе. И когда у нас вот такой компактный район с деревянной архитектурой внезапно два года назад расселили дома под видом аварийности, ну, действительно, там плохое состояние, особенно местами. А дома-то вот-вот примерно вот такие. Вот слева. Вот. Тоже около церкви трех святителей. Вот. Ну, вы сами видите, что дома практически памятники. Но они не были в памятниках. Вот сейчас они в памятниках. Потому что группа энтузиастов, и я в том числе, написали заявление о том, что эти дома обладают признаками, и их с помощью экспертизы включили в объекты культурного наследия. А район компактный. Хотя мы, между прочим, предлагали сделать не так. Это все можно было объявить на стопримечательном местом. и обойтись без нагрузок именно как на памятнике. Но это тоже не стали делать, и пришлось вот так вот, иначе мы их просто разрушили. Но вот на сегодняшний день они не разрушены. Но в чем проблема? Во-первых, мало того, что два года идет проволочка о том, что с ними делать, вообще никто не знает. Хотя есть предложения, наши предложения, в том числе и концептуальные предложения, на мой взгляд, очень интересные. Но они пока до сих пор никак не приняты. А зато был объявлен конкурс на их проекты реставрации приспособления. И вот опять же, гадайтесь, трех раз, какая была заявлена, ну даже не сумма, а сроки. А сроки были заявлены 40 дней на каждый памятник. Объектов 6 штук. 40 дней и 10 дней на экспертизу. То есть за эти 50 дней надо было сделать и будет. Вот некая организация этим занимается, я уже не знаю, что у них получится из этого. За эти 50 дней сделать полный проект с экспертизой на 6 объектов. А они проблемные, очень проблемные некоторые есть. Вот сейчас я покажу особенно вот этот, например. Он ведь был вот такой, а сейчас он вот такой. Но вот можно сделать за полтора-два месяца его проект с обмерами, там все такое. История культурная, конечно имеется в виду. А дальше я не знаю, Дальше она по закону должна быть с государственной строительной экспертизой. И что из этого выйдет? А они ведь не понимают дерево в строительной экспертизе. Так что вот такая. И наконец на закуску вот такой объект. Это Литературный музей Горького. Это один из лучших особняков по сохранности интерьеров был на протяжении многих лет и десятилетий. Буквально до последних лет, когда за них взялись за него, реставраторы. Я не буду называть кто именно реставраторы. Сначала была одна фирма, потом ее подвинули, потому что у нее что-то там было не в порядке. А фирма выиграла в итоге с лицензией. И людей они наняли наших же профессиональных, которые с Лепниной хорошо работают, в общем, все это знают, умеют и так далее. Но они там недолго пробыли, потому что их стали заставлять срезать волгаркой там что-то, расчищать с Костроем. И, в общем, разругались там серьезно. Чем это кончилось? Гастарбайтерами и пожаром. И вот сейчас это вот пожар, То есть, что будет дальше, вообще непонятно. Потому что вот этот интерьер, как я понимаю, все-таки вот этот, да, разрушен сейчас пожаром. Нет, не белый, а каминный зал. Вот. А другие тоже пролиты уже. И потом дожди же идут, так хорошо уже. Ваши предложения. Какие предложения? Ну, тут я иллюстрирую. Вы иллюстрируете? У меня сейчас предложений вот по этому поводу нет. Выводы какие-то должны быть? Конечно, есть выводы, естественно, они есть. Есть, да? Да. Во-первых, про концепции. Ну, как минимум, я не знаю, тут, конечно, надо советоваться, что подобные концепции не могут вложиться в основу конкурсной документации, если вообще их делать. А на самом деле концепция это очень полезная штука, если ее делают на профессиональной основе и на базе нормальной. То есть, такие концепции, соответственно, чтобы они имели какой-то вес правильный, наверное, должны проходить или согласование независимой структуры от администрации, причем с участием профессиональных реставраторов. и, видимо, это все-таки, я думаю, необходимый момент. Конкурсная документация тоже не может делаться без участия реставраторов на памятнике, тем более. А там, они, знаете, вот по парку Швейцария стыдливо запрятали один абзац про то, что это памятник, на самом деле, среди очень большого количества всяких разных требований. Вот. состыковка законов с приоритетом закона 73-го. Он, кстати, очень хороший, на самом деле. Он, вообще-то, разрабатывался грамотными людьми, и его надо было просто расшифровывать правильно, делать подзаконные акты. Но вместо этого мы предпочитаем новые законы вводить, и в основном с драконовскими методами ограничительными, забыв совсем о том, что надо поощрительные методы. Так что это тоже одно из предложений, просто надо сформулировать, конечно, не так я сейчас своими словами говорю. Но то, что надо возродить Федеральный научно-методический совет, по-моему, очевидно совершенно, потому что он хотя бы как-то сдерживал некоторые процессы вот с тем же Кремлем, например, нашим, это вопрос, я считаю, Федерального Совета вообще-то. Вот, Зимитровская важна. Ваши системы лестерских, опять же, ваши проблемы это проблемы всей отрасли, конечно. Я потому их в таком ракурсе отлучиваю. Возродить систему мастерских научно-реставрационных мы, между прочим, предлагали в Нижнем Новгороде это сделать, поскольку 4 закон не особо позволяет вообще что-то делать, но можно через систему НПЦ, то есть научно-производственных центров, которые финансирование получают напрямую. И можно было бы сделать такую мастерскую при таком центре и ее аккумулировать наконец специалистов, которые все еще где-то там присутствуют на самом деле, еще живы пока, но не все уже, Поэтому пока они есть, надо пользоваться ими, потому что мастерские были всегда аккумуляторами научной мысли и кадров. И школы худо-бедно, но все-таки эта школа в советское время была очень неплохо разработана. В ней были свои проблемы, сами понимаете, это все не безоблачно, но все же система конкурсов для реставрации я считаю она вредна для безобразия просто, потому что здесь важны и новые идеи и не меньшая стоимость и тем более не сокращенные сроки, а важен опыт и передача этого опыта из поколения в поколение, как это было когда-то. Так что возрождение системы мастерских вот еще одно. Работающих по госзаказу, то есть это тоже принципиальный момент, потому что только таким образом можно удержать специалистов в кадре, когда есть все-таки гарантия, что завтра они не окажутся там выброшены куда-то. А у нас сейчас этой гарантии нет совершенно и сейчас я понимаю какая тенденция идет, тенденция к угрупнению организаций. Это может быть закономерный конечно процесс, когда-то он был в капстранах в середине 20 века, в начале может быть, да, в начале пожалуй 20 века укропнение, то есть ликвидация среднего класса, ликвидация мелких организаций. Вот сейчас мы это наблюдаем просто на себе очень ярко. А крупные организации они тоже разные бывают, потому что сейчас в основном они возглавляются молодыми людьми, которые не всегда понимают, что именно в приоритете. То есть для них приоритет подчас бывает это деньги, конечно вовремя их получить, побольше их получить, а вовсе не профессиональные моменты, а должно быть все-таки наоборот. То есть по-хорошему деньги должны следовать за профессионализмом, а не наоборот. А у нас к сожалению именно так. Ну вот, пожалуй, наверное, и все. Да вы все озвучили. Спасибо вам огромное, Света Славовна, потому что вы озвучили всю боль, которая у каждого, наверное, на сердце, у каждого есть, не только в Нижегородской области, но и у каждого, кто занимается реставрационным делом. Тоткновение противоположный взгляд. Ну это действительно очень актуально в наше время. Ну немножко тоже, ну во-первых, я же удивительница, что я с проблем начал, потому что жёлтый стол у нас это в рамках фестиваля, надо говорить о хорошем, о перспективах, о добром, но к сожалению нам мало таких фактов, приходится говорить о дальнейшем, может быть, когда мы будем говорить о хорошем. Ну так вот к этой теме, вот столкновение противоположных взглядов. Ну действительно учитывая, что нормативные правовые документы в реставрации очень слабые, практически они отсутствуют, нам зачастую притягивают к правовым там документам, нормативным документам капитального строительства. Ну вы все об этом знаете. Но разве можно вот это делать? Цель задачи и методы сохранения объекта культурного наследия совершенно другие тем цель задачи капитального строительства. Особо вот это возникло и коллижие. Поэтому ну вот я хочу в этом плане в плане коллижии рассказать о проблеме ценообразования. Потому что я занимаюсь проблемой ценообразования в реставрации. Мне это очень больно в течение многих лет. Чем вызвано вот это коллижие? Ну как вы все понимаете, у нас до сих пор есть метано-нормативная база в советский период 1984 года. Министерство культуры до 2012 года все-таки занималось как-то метано-нормативной базой. Мы успели выпустить и терять очень важных нормативных документов и они даже были рекомендованы к применению но вот после и все-таки индексировано периодически Министерство культуры и производственные работы и научно-проектные работы но вот в 2012 году как отрезало никаких движений с точки зрения создания новой смертно-нормативной базы и индексации тем более ну вы наверное все знаете что мы с вами живем в целых 2012 года и в Минкультуре вообще инфляция не существует ну хорошо бы это так но к сожалению это не так когда мы ждали каких-то движений потом когда уже надоело ждать я стал запрашивать Минкультур почему вы не занимаетесь было движено что это теперь не наше дело это должен заниматься Минстрой России ну и вот тут у меня началась переписка с Минстроем России с Министерством культуры причем переписка очень длительная потому что ну как вы знаете вот есть запрос у них месяц значит они отвечают обычно последний месяц пока посмотрим что они ответили новый запрос еще месяц потом запрос у меня как-то 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 столкнуть их в баме приходилось но никак не получалось одни отвечали одно а другие отвечали свое я написал даже в аппарат правительства но к сожалению там тоже помощи я не увидел но вот наконец все-таки последнее письмо Министерства строительства они кстати реагируют четко и пишут понятно понятно все-таки Министры объяснили что вообще разработка сменных нормативов их утверждения это не их дело они только рассматривают представленные кем-то какой-то юридическим лицом материалы и приказом утверждают для включения в реестр федеральный реестр ну вы понимаете о чем я говорю федеральный реестр существует который можно применять при состройстве документации учитывая что у нас в основном это бюджет то есть они четко сказали что мы разработкой сменных норм нормативов не занимаемся и там же в этом письме написали что это обязанность министерства культуры когда я написал министерства культуры в середину раз получил последнее их письмо но вообще все письма Минкульт к сожалению пишет практически подкопируют в другой раз даже запятая в запятую но не важно тут они ответили мне на последнем письме что опять же это не их дело это Минстрой а вообще сменные сменные нормативные базы может разрабатывать любое То есть вот эту чушь они отвечают. Ну, вставлю вас в ответ, что последнее, что я сделал, это написал запрос, вот собрал эти письма. Ответы Минстроя, ответы Минкульта, ну и отправил опять в аппарат правительства уже Мишустина. Ну, в надежде, что все-таки что-то изменилось там в правительстве, я получил какой-то... То есть мы идея, как бы спорить два министерства, Министерство строительства и Министерство культуры. Значит, естественно, должен как-то принять решение, ну, предминистр правительства и все-таки показать. Потому что Минкульт четко стоит на позиции, что это не его, не их дело. То есть это говорит о том, что мы с вами будем жить со сметно-нормативной базой в 84-м году еще очень-очень-очень долго. Потому что если даже этот вопрос решится, то это надо не менее пяти лет, чтобы что-то новое разработать. Так что, ну, что, спасибо советской власти. Вот та сметно-нормативная база, которая была в советский период, она была очень хорошая. Она была передовая вообще не то, что там во всем мире, она была... И вот из этого мы упали вот так несколько. Вот вам один пример этих коллизий, этой коллизий, да. И вот решить этот один пример, ценнообразно... А таких, я думаю, в каждой отрасли, чем вы занимаетесь, сплошные коллизии. Поэтому, ну, есть такое предложение у меня внести в резолюцию нашу, что понудить Министерство культуры, принудить Министерство культуры к выполнению своих функциональных обязанностей. А не написано в положении Министерства культуры. Если вы возьмете положение Министерства культуры, там написано, что на них возложены функциональные обязанности по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в деле сохранения объектов культуры. Ну, что еще пример? Ну, вот они упорно, что это и них. То есть вот в полном объеме выполнение своих функциональных обязанностей. Спасибо. Запишем, запишем. Обязательно внесем такой же. Спасибо вам огромное. Ну, все-таки мы дадим молодому поколению, Черняевой Татьяне Сергеевне, рассказать заместительной председателем Российской ассоциации реставратора роль некоммерческих организаций в сохранении популяризации профессии реставратора. Я думаю, что это очень важно. Я постараюсь сократить свое выступление, вот, и мне бы хотелось обратить внимание на несколько моментов из этой резолюции практических, вот, и связанных с нашей деятельностью. Мы некоммерческое партнерство, существуем с 2004 года, вот, очень приятно, что в рамках этого круглого стола уже хвалят наших членов, которые здесь присутствуют. Вот, и я благодарна Екатерине Николаевне за то, что она стала инициатором такого круглого стола, который имеет целью выработать конкретные предложения, потому что письма боли, я прочитала, как раз ознакомилась вот с этим мероприятием, которое у вас онлайн прошло, и там действительно самые уважаемые, вот, петербургские эксперты, прям вот выразили, да, почитайте, пожалуйста, очень хорошая статья, вот, выразили всю свою боль, мне кажется, что там они затронули все проблемы, которые можно. Недавно было письмо, вы, наверное, многие с ним знакомы, Андрея Михаленко, который он рисовал министру культуры, вот, но вот эти письма боли мы уже вот тоже более чем за 15 лет столкнулись с тем, что они не доходят до министров, вот, их никто не читает, они остаются где-то на низшем уровне, вот, мы, например, в течение, ну, уже, наверное, более 10 лет радуем за то, чтобы ввели почетное звание «Заслуженный реставратор России», и вот когда пришел сейчас новый министр, мы очередной раз направили свое письмо, причем нами было разработано и положение наградное, и все-все-все, то есть технически мы сделали всю работу, осталось только это принять. Мы направили, вот, как раз-таки в начале года снова письмо на министра, мне ответила ее помощница и сказала, что «А, я ваше письмо уже читала, зачем вы его опять посылаете?» Вот, я говорю, ну, я действительно подумала, что раз поменялся министр, может быть, поменялась команда, и нас услышат наконец-то, я говорю, мы будем писать, пока нас не услышат, а вот, ну, на что она сказала, ну, в аппарате этого президента наградная комиссия не изменилась, у них как осталось вот это мнение, что не нужно, что есть заслуженный строитель России, что есть заслуженный работник культуры, что не нужен заслуженный реставратор, достаточно вот этих наградных систем, вот, и вот так вот читают наши письма. Поэтому, мне кажется, что все-таки конкретные предложения у нас есть больше шансов, чтобы нас услышали. И вот по первому положению внесения изменений в 44-й закон, мы боролись и с 94-м законом, и с 44-м законом, и основное наше было требование, чтобы запретили аукционы на реставрацию, чтобы была прописана обязательность, то есть, чтобы был только один возможный способ определения поставщика в реставрации, это был бы конкурс. А вот, но нам, знаете, что ответили на это, Министерство экономического развития, да, по-моему, занимаетесь этим, а вот, они нам ответили, что такая возможность есть, вопросы к вашим заказчикам. Заказчику есть возможность выбрать аукцион или конкурс. Почему он выбирает? В вашей сфере заказчики выбирают аукцион. Они могут выбрать конкурс, но они сами выбирают аукцион. То есть, вопрос еще к нам, к нашим органам, к правоприменителям. То есть, 44-й закон, да, он плохой, в нем много моментов, которые нам мешают работать, но есть моменты, которые мы можем улучшить. Заказчик может разработать такую конкурсную документацию, которая действительно, ну, позволит выбрать хорошего подрядчика. Это можно сделать, другое дело, кто хочет это сделать. Вот, и вот здесь вот запрет на введение работ субподрядными организациями. Ну, сейчас нету такой возможности, чтобы субподрядные организации работали без лицензии. Любая фирма, которая работает на объекте культурного наследия, она обязана иметь лицензию. Вот, мы, ну, да, сейчас я знаю, что занимаются этим прокуратуры ряда регионов, да, и привлекают к ответственности за это. И к нам обращались, мы об этом говорили, да. Мы несколько лет подряд проводили на форуме, такой крупный проходит госзаказ, мы за честные закупки, он называется, мы проводили как раз-таки крупный стол о госзакупках в реставрации. И мы по итогам вот этих вот мероприятий совместно и с нашим ГИОПом, и с дирекцией, и с дирекцией Московской, и с Департаментом культурного наследия города Москвы, и с региональными органами, экраны, партнерами, выработали конкретные предложения по внесению изменений в 44-й закон. А вот, и в котором как раз-таки мы акцентировали внимание и на сроки, и на критерии. Поэтому, Екатерина Николаевна, я могу вам просто передать, может быть, мы дополним эту резолюцию. Да. А вот, в отношении есть еще такой момент, мы в течение многих лет, Российская Ассоциация Реставраторов занималась ведением института аттестации реставраторов, именно вот на новом, да, уровне. Да, он сейчас, как бы, очень нуждается в совершенстве. Мы слышим, как бы, очень много, да, претензий, но мы просто не знаем, что нас ждет, как бы, да, у нас есть угроза, что этого института не будет, что отменят аттестацию и ведут независимую оценку квалификации, потому что принят закон о независимой оценке квалификации несколько лет назад, тем летом он вступил уже в силу, и, по идее, наша аттестация, она уже вообще, ну, под вопросом ее легитимности. Вот, а если будет независимая оценка квалификации, то будет создана СПК в реставрации, и будут специальные органы проводить вот эту независимую оценку квалификации. Это значит, что это будет уже платная процедура, и кто будет тут уже в комиссию входить, мы уже точно не знаем. Сейчас мы знаем этих всех экспертов, все равно это уважаемые люди. Да, эта процедура нуждается, как бы, в совершенстве, ну, лучше давайте мы ее доведем до совершенства, чем мы опять все сломаем, и будем создавать что-то новое, создавая нашим реставраторам еще больше проблем. И поэтому я бы тоже хотела внести, вот я сформулирую, да, чтобы для этого нужно просто в трудовой кодекс там внести определенное положение. Мы в Государственной Думе, и вот Тропека уже знает об этом, мы их просили, но если это будет еще раз отражено, я думаю, что это больше шансов, что нас услышат. Да, да, да. Вот, и еще в заключение хотела сказать, что вот очень много тут боли по поводу нового поколения, по поводу разрыва, преемственности, нам кажется, что это очень важно. Потому что, ну, вот сейчас, как я вижу, вот даже есть такое Всероссийское общество охраны памятников, и я смотрю, что оно, несмотря на то, что там есть активный, харизматичный, как бы, лидер сейчас по главе, но оно держится на экспертов, на пожилых, да, на вот этих вот наших метрах, вот. И я смотрю на них просто с восторгом, и мне хочется максимально впитать от них все, что можно сейчас впитать, потому что они уходят. Вот недавно у нас Марк Захарович Коляда, да, ушел, а потрясающие лекции он читал в ГАСУ, я хотела, чтобы моя сестра их послушала, но вот уже не послушает. Вот, а хочется, чтобы как можно больше в нашей сфере молодежи услышало их, вот. И нам нужно вот объединять все-таки вот наших этих метров и молодежь, чтобы метры готовы делиться на самом деле своим опытом, они ничего как бы не скрывают, просто мы их часто забываем, они хотят быть услышанными, вот. И молодежь у нас на самом деле тоже хорошая, потому что иначе бы не было таких проектов, как Общее дело, как там Сойерфест, где абсолютно на энтузиазме молодежь вписывается в очень такие серьезные программы восстановления памятников или Русского Севера, или там деревянные застройки своих городов, вот. Поэтому мне кажется, что у нас есть как бы надежда, есть перспектива, вот. Нам просто нужно сильным сообществом объединяться. Внутри сообщества, ну, нет, дискутировать надо, вот, диалог нужен, как бы, но нам нужно все равно договариваться, какие-то вырабатывать самим решения, и может быть такой мягкой силой, вода точит камень, вот. Но все равно, как бы, двигаться вперед и доносить до нашего министерства наши предложения. Все. Спасибо большое. Спасибо большое. Коллеги, все-таки, как тоже подписанка и один из авторов открытого письма, я хочу, наверное, добавить в резолюцию то, что не прозвучалось письмо, вот, данная резолюция. Мы говорим, деревянное зодчество, да, мы говорим проблемами с Министерством культуры, мы говорим с метанно-нормативной базой, а главная проблема, то, что сейчас реставрацию просто отдали Министерству строительства. И фирма Роскапстрой занимается той самой метанно-нормативной базой, которая 30 видов работ и которую должны делать опытные люди. И этим занимается Министерство. И мы можем, конечно, мягко и терпеливо, да, как вы сказали, по тем самым, мягко и терпеливо двигаться вперед, но, к сожалению, нам уже поставили подножку. Мы говорим о проблемах деревянного зодчества, да, очень много. А вы знаете, что Роскапстрой на сегодняшний день является площадкой обсуждения государственных стандартов. ГОСТы на реставрацию. Вы их видели кто-нибудь? Деревянное зодчество видели? Последний вариант? Навряд ли. Потому что читать невозможно. У нас технологи болеют. И в этом документе предлагается гидрофоризация всех деревянных поверхностей. Я вас предупреждаю, коллеги, осторожно, ГОСТ. У нас появился красный логотип «Осторожно, ГОСТ, мы пишем в интернете». И это тоже было в этом письме. И более того, приложением к этому письму была программа, которую разработали, опять-таки, авторы письма. Конкретных действий, а не более. В 44-й закону мы даем поправки. ГОСТ, мы требуем прекратить выпуск ГОСТа в Роскобстрою. И я предлагаю это занести в резолюцию. Потому что иначе все наши разговоры бесполезны, если национальный стандарт будет содержать гидрофоризацию всех деревянных и каменных поверхностей. Понимаете? Если у нас нет нормативной базы, товарищи дорогие, нет категорийных реставраторов разряда труда. У нас на реставрацию живописи стоит разряд труда в современной базе, которая будет выпущена. МОСТ, СТРОЙ, ЦЕНОЙ делается сейчас совместно под эгидой Минстроя и Роскобстроя. Стоит разряд труда, шестой разряд рабочих строителей. И у нас живопись может реставрировать маляр шестого разряда. Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы уже падаем в пропасть. Мы не на краю, мы в полете. Я предлагаю внести в резолюцию, запретить выпуск нормативных документов Роскобстроя, находящихся под эгидой Минстроя. Это главная проблема. И мы можем сколько угодно говорить Министерству культуры первое, второе, третье, а оно уже не имеет ни власти, ничего. Я предлагаю внести это в резолюцию. Давайте проголосуем, коллеги. Спасибо. Пожалуйста, в резолюции есть мировое, есть мировое. О гостах, стандартах, которые... А вы проходите обсуждение? Они проходят тайно, да? Нет, не тайно, в интернете. Ребята, извините, спор ни о чем, мы все внесем. И спасибо за то, что вы неравнодушны. Это очень важно, что вот такие люди есть, которые хотят что-то изменить. Это очень важно. И мы будем стараться этим круглым столом, которым мы организовали и хотим с вами что-то сделать. Но большая просьба. Если кто-то сейчас написал, давайте сейчас. Некий сенатор в Древнем Риме не говорил долгих речей, а просто в конце каждого выступления говорил, Карфаген должен быть разрушен. И в конце концов добился своего. Нам надо регулярно писать короткие очень сообщения. Короткие, как сигнал СОС. Еще у меня предложение, возможно, опять же, коллеги меня не поддержат, тогда и писать его по электронке не буду. Мне кажется, одна из очень важных проблем в нашей отрасли это пластичность госорганов, их профессионализм. Я уже предлагал на местном, я из Пскова, архитектора Владимира Васильевского уровня, ввести в штатную структуру госоргана по охране памятников должность главного специалиста тире первозаместителя председателя, чтобы он напрямую был подчинен Минкульту. Потому что сейчас в госоргане у нас сидят чиновники, которые откровенно в разговорах говорят, мы созданы для того, чтобы выполнять поручения губернатора. Они не созданы для того, чтобы охранять памятники. Еще госуслуг. Извините, не расслышал, извините. Еще есть такой термин услуги. Может быть. Есть такое выражение, что чем меньше памятников, тем проще нам работать. Так вот, если бы удалось настоять и ввести такую должность человека, который бы в том числе подчинялся напрямую в Минкульт, может быть, это был человек, профессионал, который бы мог противодействовать вот этому давлению губернаторов, администрации губернаторов и так далее, и так далее. Потому что люди старшего поколения знали, главного специалиста предприятия, директор, не мог уволить без согласования с главком. Так и здесь, чтобы этого главного специалиста нельзя было уволить без согласования с Минкультом. В 45-м году, еще, даже не в 45-м, а в 43-й год, 29-е сентября, Чаадаев со Сталиным выпускает указ о главных архитекторах. Так дается субподчинение главных архитекторов было напрямую, да, как говорится, Сталину, так сказать, в нашей ставке. Они подчинялись не местным органам власти, а подчинялись Кремлю. Поэтому, ну, я буду так говорить, чтобы побыстрее сказать, в 44-й год. У нас уже 100 генеральных планов восстановления, послевоенное восстановление городов России уже сделаны. Это люди, которые не имели ни автокада, ни других интернет-машин, которые могли быстро все это делать. Все вычерчивалось вручную, делалось вручную и утверждалось. При этом, 44-й, конец 44-го, начало 45-го года, расстреливать 17 главных архитекторов. За что? За дни исполнения. Указан Сталин. Вы уж извините, что я такую очень грубую статистику вам говорю. Спасибо. Это не печальная нота, а это говорится о том, что человек должен отвечать за те дела, которые он делает. и воспитывать ответственность, и то, что вы ответственные люди, это замечательно. И мы будем делать и продолжать. Андрей Афанасьевич, еще парус. Я бы хотел сказать действительно письмо Андрею Михайловичу, о нем все время упоминали. Было бы хорошо, чтобы он был поддержан не только санкт-петербургскими архитекторами, а чтобы он был поддержан, потому что сейчас уже пошел раскол. Как всегда, бывают люди, которые быстро уходят в Роскопстрой. Мы знаем, эти люди, они существуют. Что было в письме о том, что передача полномочия Министерства культуры в области реставрации и отрасли, которые сделал премьер-министр, и, так понимаю, президент, не очень в курсе этой ситуации вообще в Минстрою России. Она такая, она как бы, ну, двояка, да, потому что там есть хвосты, там есть совершенно другие нормативные акты, и к чему это приведет? Но с точки зрения художников-реставраторов, наверное, это совсем неправильно. Так как здесь присутствуют представители и Псковской школы-реставраторы, и Олег из Брянска, там, из других городов, если бы оно было поддержано, то, может быть, можно было принести и в эту резервацию и как-то обратить внимание главы государства на то, что, наверное, все-таки, у нас был период, когда реставрационная отрасль очень недолго было объединение госстроя РСФСР, там, где-то, 58-61 год. Ну, в общем, было много выпущено тоже разных документов, потом их исправляли. А то, что Министерство культуры имело все полномочия, то да, но в 2012 году, к сожалению, как Министерство взяло некий другой курс, не занимался реставрацией, хотя в положении Министерства отдельной строкой еще мы добивались, было записано, что они, в отличие от СНИПа, выпускают реставрационные правила. До сих пор, если кто-то откроет положение Министерства культуры, там, пока это было записано, сейчас уже период в Минстрой, я думаю, что они этот пункт просто исключат из своего положения. Поэтому хотелось бы, чтобы мы поддержали то обращение, которое было, это, в общем, крик души Питерской школы реставрации, которая была направлена, так понимаю, советником президента Владимирович Толстом, он, не знаю, министр культуры уже согласовал передачу фактически в ООНа, министру и другому министру вопроса реставрации. Так что хотелось бы, чтобы это была поддержка всей его отрасли, а не только, в общем-то, отдельное участие, хоть и достаточно большое, понимая значение заплаты пускореставрационной школы. Спасибо. Спасибо огромное. Но все, что мы запишем, я опубликую в третьем номере журнала, у нас 4 номера выходят в год, и я надеюсь, что это останется, ну, как говорится, все-таки, это все-таки слово останется уже в печатном виде, и она у нас и вносится в разные электронные носители, и все прочее, она останется. Как бы ни хотела обратить внимание, на это придется. Я постараюсь это сделать. Спасибо всем за внимание. Пишите. Кто бы написал, приносите, будем очень рады. Кто еще хочет сказать, пожалуйста, можно еще 5 минут есть у нас, если есть интерес. все устали, я думаю, что хорошо поработал, мы спасибо огромное всем выступающим, спасибо огромное, всем присутствующим, что пришли, и что откликнулись на наш призыв, и надеюсь, что мы сделаем очень продуктивный документ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова